Где для коммунальщиков и водителей головная боль, там судя по всему радость для животных. Чтобы показать, как переносят такую снежную погоду теплолюбивые, мне пришлось взять в руки вот эту метелку, чтобы очистить. А снежные паутины вот такие решетки. На первый взгляд может создаться впечатление, будто зоопарк опустел, а все животные спрятались по норам. Однако, если приглядеться, даже самые теплолюбивые обитатели рады большому снежному покрову. Взять хотя бы гепардов. Они в Ярославле полностью акклиматизировались и чувствуют себя как дома. Постоянно гуляют по вольеру. У кенгуру вообще отросла толстая теплая шерсть, которая защищает животных от ветра и снега, но не от льда. Практически все копытные большую часть времени проводят на воздухе. Вот лама, как и летом, тепло приветствует посетителей. Другое дело – зебры. Зебры сейчас, дверь у них открыта, хотите гулять, хотите нет, но они боятся. У них встроение копыт, как у лошадей, а сейчас под снегом лед, и они боятся поскользнуться. Поэтому только морду высовывают и сразу обратно. Пожалуй, единственные, кому снежная погода пришлась не по вкусу – это птицы. Речь, конечно, идет о фламинго и журавлях. Птицы у нас категорически отказываются выходить. Это такие птицы, как журавли. Очень редкие краснокнижные журавли, стерхи, японские журавли и красавки. Категорически отказываются выходить. Они же перелетные. Перелетные птицы сейчас должны быть в тепле на юге, а не в наших снегах. Другое дело – наши хищники. В отличие от Маши из музея-заповедника, косолапый из зоопарка, похоже, пока не думает засыпать. Ну а что касается царя зверей, то белый лев просто лежит под навесом и наблюдает за изменениями погоды. По словам сотрудников зоопарка, все необходимые мероприятия по подготовке к зимней стуже уже давно сделаны. Мы ждем морозов и внутреннее помещение, то есть прибавляется температура, делается больше подстилки. То есть мы к этому подготовились. Ну и под конец обязательно стоит отметить, уважаемые ярославцы, если вы вдруг собираетесь в зоопарк, одевайтесь потеплее. Ведь все-таки здесь открытое пространство, да и на дворе уже не май месяц. Захар Акопов, Георгий Иванов. День в событиях. Редактор субтитров А.Семкин